...центр, который давно как-то мечталось открыть, чтобы центр уже действует, работает. Я-то, в общем-то, не видел, только слышал, а теперь я в общем убедился, что действительно все более-менее хорошо организовано, это, в общем-то, видно. И есть помещения, в которых можно проводить эту необходимую работу, где будем жить. И проходить уроки трезоса для того, чтобы быть снова в строю, и быть полноценными гражданами. Ну а самое главное, конечно, каждый из нас должен понимать, что грех, прежде всего, не только разрушает жизнь человека, но он уводит человека от Бога. От источника всех благ, которые посылаются человеком. И, в общем-то, Бог есть сам, то благо, которому... А что такое благо? Под словом «благо» подразумевается и радость, и счастье, и, в общем-то, само бытие, сама та жизнь, которая никогда не кончается. Человек рождается однажды на свет, и он уже никогда не умирает. Эта смерть, которую мы видим иногда и переживаем, когда хороним наших близких, сродников, друзей, она и носит временный характер, потому что смерть – это переход в новую форму бытия. И, конечно, для каждого из нас очень важно, как мы проживем эту земную жизнь, которая нам дана для того, чтобы очистить нашу душу от греховных страстей, для того, чтобы соединиться с Богом. Так уж, нам от Бога дана такая великая милость и благодать. Мы счастье Божие, каждый человек – это образ и подобие Божие. И счастье у человека может заключаться только в том, когда человек соединяется с Богом по свойствам. А свойство Божие – это милосердие, это любовь, это чистота, это святость. И это, конечно, прощение от них. Это и принесение постоянной жертвы ради ближнего, ради того человека, кто находится рядом. Это постоянное преодоление своего эгоизма. Это постоянное преодоление всего того, что называется падшей природой человеческой. То, что называется первородным грехом или той коренной духовной болезнью, которой изражен каждый из нас. И мы вот это проявление, вот этих болезней постоянно в себе видим. И особенно это видят люди, которые уже в какой-то страсти долго, так скажем, греховно упражнялись. И теперь понимают, насколько трудно от этой страсти исцеляться. Но не будем отчаиваться, не будем унывать. Будем помнить, что где хочет Бог, там меняется естество устало. Поэтому, казалось бы, такие очень сильные страсти, которые алкоголизм, наркомания, которые часто жизнь человека превращает в сущий ад. Вот ад, он уже на земле здесь открывается для человека. Вот опыт ада, он уже здесь, ада он уже здесь предобретает. И кажется человеку, что невозможно уже освободиться, потому что много-много предпринимал он действий, какие-то делал рывки, и все это, в конце концов, скатывался назад. Вот нужно помнить о том, что Бог всегда силен помочь человеку. И спасение человека, оно происходит в соединении двух войн. Бог и человек. И поэтому Бог-то всегда нас хочет спасти, всегда нам протягивает руку. Нам нужно только верить в то, что Господь обязательно нам поможет. И стараться, сколько можем, двигаться на сущий Бог, для того, чтобы исцеляться от своих немощей. Вот сегодня, это, собственно говоря, вот этот путь, он называется покаяние. Покаяние, это значит изменение. Так это слово переводится с греческого языка на русский. Изменение ума, изменение сердца, изменение образа жизни, которым мы ведем. И сегодня, как раз вот, когда мы освящены, и вообще, когда совершается учебное освящение дома, читается Евангелие от руки. Евангелие всегда одно и то же читается, об обращении Закхи и Митаря. Вот сегодня читалось Евангелие, может, кто-то не очень хорошо славянский церковный славянский язык знает, и так подозревает, и, может быть, не все понял в этом Евангелии. А Евангелие вот такое. Когда Господь проходил мимо одного селения, его окружало множество учеников, уже многие знали, что он великий целитель, великий чудотворец, и вообще, так сказать, очень добрый и хороший человек, великий проповедник. И за ним шли не только ученики, а множество народа, которым он оказал уже какие-то милости, какое-то благодеяние, кого-то исцелил, кому-то помог обрести истину и смысл жизни, ну и так далее. И вот человек, который жил в этом селении, он был главарь, главный мытарь. Ну вы знаете, кто такие мытари, да? Сейчас наши сборщики налогов тоже называют мытарьи. Он был старше из нас, самый главный. Но мытарь это был не просто человек, который собирает налоги. Он имел полноту власти. Он имел полноту власти в том месте, куда поставил получить римская власть. А известно, что они завоевали Иудею. Это были люди, которые унижали своих единоплеменников. Они не только их отбирали, но еще и всячески притесняли. Поэтому эти люди всегда считались сами худшими, хуже язычников. Ну хуже, как и Господь говорит, будет тебе яко-язычник и мытарь. То есть хуже, наверное, людей уже нельзя придумать. Вот такой был человек. Но в то же время он хотел увидеть спасителя. У него было такое любопытство. Это любопытство было не празднуто. Ведь как-то в сердце, в его душе, он чувствовал, что он понимал, что он грешит. И так совесть его не до конца еще умерла. И не погибла его совесть. Он чувствовал, что нужно ему прикоснуться, увидеть действительно человека святого. И вот он залезает, так как он был малого роста, он залезает на дерево, на масличное дерево, или нет, на смоковницу. Залезает на это дерево для того, чтобы увидеть спасителя. И вдруг Господь обращается к нему и говорит, Захей, слезай, мне надо быть у тебя в доме. Он ни у кого не спрашивал, кто это на дереве. И почему он туда поднял зор. Понятно, что он видел и знал, что вот этот человек может обрести спасение. Он может измениться. Он увидел и сказал, что мне надо быть у тебя в доме. Это действительно было равно чуду и страшному потрясению было тех людей, которые шли рядом. Особенно у книжников и форисеев, которые всегда старались в чем-то увлечить Господа нашего. Потому что праведник грешник ему не мог войти. Не мог войти в его дом, не мог принимать его пищу, потому что он же считался оскверненным. Все. И естественно, что когда он вошел в его дом и приготовил определенное такое кушание, люди расположились, стали роптать и говорят, к какому-то человеку в дом вошел. Это же страшный грешник, да? Стали роптать. И Закей это слышит. И тогда что происходит с Закейом? Он встает и говорит, Господи, я половину того, что имею, раздам нищим. А если тех, кого я обидел, тем я вчетверо раздам. Вот такое обращение, такое изменение произошло с ним. Удивительно. То есть, во-первых, его совесть стала угорять, да? Что-то вы праведник к нему грешному вошел в дом. И во-вторых, он вот на что нужно обратить внимание. Вот начиналось его покаяние с этого момента. Половину раздам нищим, и кого убедил, четверо раздам. И тогда что Господь отвечает? Ныне спасение дому семьи. Не только ему, но и всей его семье. Потому что кающийся человек, обязательно своим примером будет увлекать и других. Теперь спасение этому дому. Потому что этот человек был грешный, а теперь он сын Авраама. Потому что сын человеческий пришел найти и спасти погибших. Вот это для нас очень-то ободрение, для каждого из нас. Сын человеческий пришел найти и спасти погибших. И поэтому упование на Господа нашего, который для этого пришел на землю. Он великий Бог. А Бог Он самодостаточен. Он всесовершенен. Он не имел нужду в том, чтобы принимать человеческую природу. так вот. Он это делал ради нас. И Он знал, что с ним будет. Он знал, что на Него будут клеветать. Он знал, что его будут бить. Он знал, что его будут распинать. Он знал, что его предадут все. Даже ученики от Него, как известно, разбежались. Апостолу Дубу предал, мы знаем. Мы знаем еще о том, что все ученики, кроме Ана Богословка, все это он знал. Но он пошел на это для того, чтобы спасти нас. И велико его милосердие ко всем. Потому что с Христа он говорил, Господи, не им влекас его, потому что они не ведают, что делают. То есть они знали, что делают. Многие знали, что они распоминают Бога. И в то же время и не знали, потому что до конца не понимали, что они творят. Так вот бывает у человека омраченной страстью какой-то. Он как бы понимает, что делать нехорошо, но до глубины души, до глубины сердца тяжесть его поступка не доходит. К сожалению, настолько сердце бывает в камне. Вот Господь просит за них. Господь, не вменяй и хасим. И поэтому если человек хоть сколько-то старается, если человек кается, то Господь обязательно поможет. Будем в это верить, будем на это надеяться. И поэтому Божий сегодня с вами с вами.